МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. В Тверском суде Москвы допросили Игоря Пушкарева. Экс-мэр Владивостока дал показания по уголовному делу и рассказал о том, что предшествовало задержанию. В итогах первого заседания разбирались эксперты в студии «Радио Лемма». Приморская команда достойно выступила на конкурсе «Лидеры России». Более 300 управленцев теперь поборются за право представлять Дальний Восток. В Приморье молодеет хроническая обструктивная болезнь легких. По числу пациентов она уже вытеснила бронхиальную астму. Кобыл вообще – это прогрессирующее заболевание. Полностью излечиться от него невозможно. Также в выпуске 28 марта станет известно, кому быть главой Владивостока. В Думе объявлен конкурс по выбору мэра, депутаты приняли состав комиссии. И еще расскажем двух щенков. Мария Мабрудской овчарки губернатор Олег Кожемяка подарил семьям из Приморья. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Ящер добрался до Уссурийска. Внешние признаки заболевания установили у одного животного в личном подсобном хозяйстве села Новонекольск. Больное животное изолировано. На подъезде к селу установлены защитные барьеры и круглосуточные карантинные посты. Ранее ящер был выявлен на свинокомплексах в Спасском и Михайловском районах. Отмечается, что вакцину уже получили более 30 тысяч голов скота. По словам специалистов, до конца января вакцинация животных в зоне поражения ящерам будет полностью завершена. Напомню, опасное заболевание выявили на трех свинокомплексах, где содержится более 65 тысяч свиней. Поголовье будет уничтожено. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Его разлив и хранение велось на территории частного дома в селе Анисимовка. В ходе обыска было обнаружено оборудование для перегона алкоголя и упаковки бутылок. Этикетки, пробки, металлическая и пластиковая, а также стеклянная тара, а также сама спиртосодержащая продукция. Также страж порядка установили и личность организатора нелегального бизнеса. Местный житель наладил производство и сбыт незаконно изготовленной спиртосодержащей продукции, а также распространял объявления о продаже алкоголя в социальных сетях. Для приезжих граждан он даже организовывал экскурсии, демонстрировал процесс производства и проводил дегустацию продукции. 85 миллионов рублей из бюджета Приморья направят на утилизацию и переработку мусора во Владивостоке. Такое решение принято по итогам совещания, которое провел глава региона. Перед этим Олег Кожемяка осмотрел мощности мусороперерабатывающего комплекса и мусорного полигона на улице Холмистой. Ежедневно на полигон поступает до 750 тонн бытовых отходов. В связи с закрытием спецзавода во Владивостоке необходимо модернизировать линию сортировки, запустить аналогичный процесс на русском острове и сделать временную площадку для утилизации отходов. Она нужна, пока не построят третью карту полигона. Уже готов проект рекультивации полигона. Работы планируется начать в этом году. Мы находимся на Владивостокском полигоне, который сегодня работает, принимает сырье из Артема, из Владивостока. И, безусловно, нагрузка на него на 30% увеличилась после закрытия мусоросжигательного завода. Поэтому необходимо принимать срочные меры по финансированию и восстановлению второй линии, модернизацию ее. Поэтому в ближайшее время будут приняты решения по выделению порядка 50 миллионов на модернизацию линии, 15 миллионов на создание здесь второй площадки и порядка 20 миллионов для запуска от производства на русском острове. К слову, участники совещания обсудили и то, как будет утилизироваться мусор на всей территории Примурья. В этом году планируется запустить 13 мобильных комплексов обезвреживания отходов, начать проектирование комплексов по переработке. Строительство уже запланировано на 20-23 годы. На эти цели из бюджета Примурья в текущем году запланировано 400 миллионов рублей. Всего же в течение нескольких лет потребуется 8,5 миллиардов рублей. Жители Большого Камня вышли на улицы города, чтобы высказать недоверие к сотрудникам местного отдела полиции. К протестной акции присоединилось порядка 200 человек. При том, что всего в Большом Камне проживает 40 тысяч. Люди обеспокоены криминогенной обстановкой городского округа. Подробности в нашем следующем сюжете. Минувшая суббота для города Большой Камень выдалась по-настоящему холодной и ветреной. Однако две сотни жителей городского округа, что вышли на митинг около местного дворца культуры, погода не испугала. Впрочем, уверены организаторы, в числе которых депутат гордумы Владимир Коваленко. Акция протеста была бы многочисленней, если бы не замалчивание информации о ней единственной местной газетой. При том, что мероприятие было согласовано с местными властями. Что за причину сплотила сотни жителей города с населением в 40 тысяч человек, можно было уловить по обрывочным высказываниям участников акции протеста. В декабре прошлого года дело закрыли. Я очень часто обращаюсь в нашу милицию. У меня соседи просто молодые и очень любят слушать музыку. Ну, причем это три часа ночи, четыре часа ночи. В общем, у меня вот как-то непонятны вот эти действия наши в параллокалитетном возрасте. Я этим как бы недоволен. Мне сказали, что, ну, а что мы можем сделать? Да, ждите, у нас один наряд от Подипольска до Романовки. А мне просто интересно, а у нас что в милиции как бы не хотят работать люди за хорошую зарплату, за льготы? Это как? Жители города волнуют местная экология, скандалы, связанные со строительством муниципальных объектов, а также резкое ухудшение криминальной обстановки в Большом Камне. Впрочем, ни на сайте прокуратуры, как Приморской, так и Генеральной, найти объективных данных по динамике совершенных в городском округе преступлений не удается. Однако за красивыми цифрами статистики настоящие люди, местные жители, которые буквально боятся выходить из дома в темное время суток. В числе основных претензий митингующих не только попустительская политика местной полиции. Спикеры акции рассказывали о противоправных действиях со стороны защитников закона, причем как в отношении физических лиц, так и бизнеса. На плакатах о многом говорящие тезисы. Хотим жить спокойно и долой оборотни в погонах. Жители выразили свое мнение, выступило около пяти человек. Присутствующих было около двухсот человек. По итогам митинга, участниками и организаторами, наверняка будет составлена резолюция, которая будет опубликована. Я считаю, что мнение общественности будет услышано. Несмотря на тяжелую повестку, жаркие высказывания и горячие обсуждения, акция прошла без происшествий. С этим согласились и представители городской администрации. А какие именно действия по изменению ситуации в городе предпримут власть и ответственные ведомства, и насколько оперативно, покажет время. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Двух рыбаков сняли с льдины в районе моргородка во Владивостоке. Сообщение об этом поступило в МЧС от очевидцев вечером в воскресенье. Спасатели прибыли к месту, осмотрели акваторию и обнаружили людей на оторванной льдине. Она отошла от берега на 10 метров. При помощи катамарана мужчин 80-го и 83-го года рождения сняли с льдины и доставили на берег. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась. Спасатели напоминают, что в связи с сильными ветрами идет интенсивное движение льда. Выход на лед категорически запрещен. Во Владивостоке объявлен конкурс на замещение должности мэра. Депутаты рассмотрели и приняли состав комиссии. Она состоит из 8 человек – по 4 от Думы города и губернатора Приморья. Представители Думы Владивостока большинством голосов решили объявить начало конкурса, который стартует во вторник. Прием документов продлится с 30 января и по 11 февраля. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап состоится 12 марта. В этот день комиссия проверит достоверность сведений, которые представят кандидаты. Второй этап – 18 марта. Это индивидуальное собеседование с претендентами. 28 марта депутаты примут окончательное решение, и тогда у Владивостока появится глава. В эти дни в Тверском суде Москвы проходят допросы Игоря Пушкарева. Экс-мэр Владивостока дает показания по уголовному делу и по существу предъявленного обвинения, а также рассказывает о том, какие обстоятельства предшествовали его задержанию. В итогах первого заседания разбирались эксперты в студии «Радиолема». Так, в гостях у Андрея Калачинского побывал процессуальный эксперт Юрий Зеленский, который выполнил исследование регионального рынка стройматериалов на основании запроса защитников Игоря Пушкарева. Тему продолжит Светлана Садовая. Рассмотрение дела Игоря Пушкарева, его брата Андрея Пушкарева и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова продолжается в Тверском районном суде Москвы. 25 января состоялся первый допрос экс-главы Владивостока, во время которого он дал подробные показания по существу предъявленного обвинения, а также подробный и аргументированный рассказ об обстоятельствах, которые привели его к задержанию. Выступление Игоря Пушкарева длилось около трёх часов. Сегодня, в понедельник, заседание суда продолжится, и его будет уже допрашивать сторона обвинения. Вот сегодня у нас в студии Радио Ремы тоже два эксперта. Один из них даже прикоснулся к этому историческому процессу. Он может себе поставить какую-нибудь галочку в своём дневнике, если у него есть. Потому что господин Зеленский, Юрий Витальевич, выступал в этом суде и произвёл хорошее впечатление. Юрий Зеленский занимается оценочной деятельностью с 1994 года и является членом Общероссийской общественной организации Российское общество оценщиков, включён в реестр оценщиков РЭО. Ему ставила задача исследовать рынок строительных материалов Приморья, сравнить цены и дать заключение, на самом ли деле имело место завышение цен компании «Востокцемент» на стройматериалы для МОП-дороги Владивостока, а также исследовать заключение, предоставленное следствию РЦЦС, и объяснить, на чём она основана. Напомним, сторона обвинения настаивает на том, что в результате подкупа директора МОПа Андрея Лушникова МОП приобретал по якобы завышенным ценам стройматериалы в компании «Востокцемент», которую возглавлял Андрей Пушкарёв, родной брат экс-мэра Игоря Пушкарёва. Со стороны обвинения в суде уже выступали эксперты Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов РЦЦС, которые и помогли установить следствию причинение МОП-дороги Владивостока ущерба на 143,6 млн. рублей. Настолько, по мнению экспертов РЦЦС, стоимость поставленных в «Востокцементов» стройматериалов превышает цену других поставщиков. Но экспертиза РЦЦС вызвала больше вопросов, чем дала ответов. А псевдоэксперты РЦЦС так и не объяснили, почему из 59 наименований стройматериалов ими было исследовано только 31. И как они сделали экспертизу, проанализировав цены только половины стройматериалов. Не рассказали они и почему посчитали завышение с НДС. Ведь это увеличивает итоговую сумму на 18%. Сторона защиты сочла экспертизу специалистов РЦЦС, мягко говоря, некорректной. Поэтому было принято решение провести независимую экспертизу. Адвокаты сделали запрос нескольким экспертам, которые провели свои независимые исследования. Обвинение строится на том, что был причинен ущерб городу, потому что дороги Владивостока покупала группа компаний «Восток-Цемент», в котором, естественно, Пушкурёв определенный интерес имеет по понятным причинам, покупил материалы в целом за период с 2009 по 2012 год на 123 миллиона дороже. То есть таким образом, соответственно, и был причинен ущерб интересам города. Для того, чтобы провести независимый анализ ситуации на рынке и установить, какие были фактические среднерыночные цены, Юрий Зеленский лично объехал 95 организаций и получил прайс-листы с ценами, которые действовали с 2008 по 2015 годы на строительном рынке Приморья. Эксперт исследовал региональный рынок строительных материалов по прайс-листам, каталогам и другим первичным данным и сопоставил полученные средние цены с ценами, по которым были поставки «Восток-Цемента» в адрес МУП дороги Владивостока в тот же период и за те же кварталы. Получил показатели, отражающие наиболее высокие и наиболее низкие цены, и на основании такой информации определил средние отпускные цены. Также эксперт проанализировал поставки «Восток-Цемента» в стройматериалах, поставляемых МУП дороги Владивостока в адрес других организаций, сопоставив их отпускные цены, определил ценовую разницу между поставками МУПу и в адрес других организаций. Для этого изучил 83 договора, заключенные «Восток-Цементом» и МУПом с 2008 по 2015 год и 14 265 бухгалтерских записей о произведенных поставках. Таким образом, получилась база для сравнения – средние цены по региону и цены, по которым были поставки в адрес МУПа и других организаций, таблица для каждого материала с ценой в текущий квартал, объемом поставки и суммарной ценой поставок в аналогичный квартал. Проведенный анализ показал, что цены поставок в адрес МУП были ниже, чем поставки в адрес других организаций. А общий финансовый эффект к концу 2015 года при сопоставлении цен поставок МУП дороги Владивостока со среднефактическими среднерегиональными ценами оказался 343 миллиона рублей. Это суммарный итог, накопленный за весь период взаимодействия группы компаний «Восток-Цемент» с МУП дороги Владивостока. То есть 343 миллиона рублей МУП дороги Владивостока сэкономил, сотрудничая с «Восток-Цементом». Так о каком ущербе может идти речь? Далее был проведен анализ методов расчетов и результатов расчетов экспертизы РЦЦС. И здесь независимый эксперт выявил много ошибок. Одна из основных – во всех ценовых показателях эксперты РЦЦС учли НДС. Согласно налоговому кодексу, налог на добавочную стоимость никак не может входить в цену, потому что цена является базой для его расчета. Это означает, что сумма, полученная экспертами РЦЦС, автоматически завышена на 18%. Главная ошибка, что допустили эксперты, это то, что они ко всем, все ценовые показатели увеличили на НДС, так называемое, узнаем, налог на добавленную стоимость. А этого не нужно было делать? Это не нужно было делать, потому что вопрос идет именно о ценах. Цена не может включать в себя НДС. Следующая ошибка связана с расчетом среднерегиональных цен. В заключении РЦЦС указано, что в качестве среднерегиональных цен приняты сметные цены, опубликованные в сборниках смета. Само исследование экспертов РЦЦС вообще не содержит полного материала для того, чтобы определить, насколько корректно в нем определены сметные цены. Нет ни первичных документов, ни расчетов способа обработки первичной информации, которая применялась для получения представленных сметных цен, и нет никаких объяснений, на основании чего выполнялись расчеты. По словам независимого эксперта Зеленского, масштаб выполненного экспертами РЦЦС исследования недостаточен и не дает ответы на поставленные вопросы. Так, например, Приморскому РЦЦС предоставили информацию 45 организаций, независимый эксперт использовал информацию 95 организаций. Для основного материала, который занимает 84% в общей доле поставок, независимым экспертам получено 62 цены, а экспертами РЦЦС только 15. В общем же исследовании РЦЦС цены даны для 56% поставок из 100, из них для 44% поставок цены просто не исследовали. Или вот еще, например, рассмотрены поставки в период с 2009 по 2012 год 31 материала из 59, то есть только половина поставленных в адрес МУПа материалов, точнее 52,5%. То есть выводы экспертов РЦЦС основаны на анализе цен только половины поставленных материалов, а значит они не могут быть признаны достоверными. Но этот анализ по сути фикция, поскольку нет первичных документов, на котором он основывается. Суд, несмотря на возражения стороны обвинения, удовлетворил ходатайство стороны защиты и приобщил независимую экспертизу к материалам дела с мотивировкой, что проведенная экспертиза соответствует требованиям. А выводы сторонних экспертов будут учитываться судом на стадии принятия решения. Решение судей вполне логично, ведь ему выносить вердикт, и очевидно, что делать это на основании экспертизы пустышки от РЦЦС решится не каждый представитель правосудия. Ведь, по сути, независимая экспертиза разбивает в пух и прах основания для обвинения в причинении ущерба. Почему суд не пошел на то, чтобы назначить новую экспертизу, вопрос остается открытым, считает и журналист Андрей Калачинский, и приглашенные им эксперты. Мы сегодня озвучили результат лишь первой независимой экспертизы, их будет несколько, и о каждой мы расскажем в отдельных сюжетах. Сегодня в открытом судебном заседании допрос экс-главы Владивостока продолжается. Игорь Пушкарев отвечает на вопросы по существу предъявленного обвинения. Для меня это волнительный момент. «Я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство, на то, что я смогу найти нужные слова, чтобы точно донести до суда и до вас то, что считаю для себя важным», — написал ранее на своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев. Светлана Садова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Отмечу, в Тверском районном суде Москвы в открытом судебном заседании 28 января продолжается допрос экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Бывший мэр отвечает на вопросы по существу предъявленного обвинения. Информагентство ВладНьюс ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Более 63 тысяч рабочих мест предлагают безработным в Приморье. Количество вакансий в региональном банке увеличилось более чем на 9 тысяч рабочих мест относительно прошлого года. 77% предложений по рабочим специальностям. Ситуация на рынке труда Приморья остается стабильной. Сейчас количество предложений от работодателей значительно превышает спрос. Положительную динамику показывает и уровень безработицы меньше 1%. Снизилось также количество граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморья. По-прежнему наибольший спрос на работников в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйствах. В списке самых востребованных профессий – инженеры, плотники, медицинские сестры, воспитатели, машинисты и многие другие. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Приморская команда достойно выступила на конкурсе «Лидеры России». Совместные образовательные программы запустят Дальневосточный федеральный университет совместно с Третьяковской галереей. Олег Кожемяка подарил приморцам щенков от своей собаки. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Приморская команда достойно выступила на конкурсе «Лидеры России». Совместные образовательные программы запустят Дальневосточный федеральный университет совместно с Третьяковской галереей. Олег Кожемяка подарил приморцам щенков от своей собаки. Во Владивостоке в минувшие выходные стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Более 300 человек боролись за право представлять Дальний Восток на всероссийском финале. Во время испытаний претенденты решали непростые задачи в области управления, подготовленные наставниками и организациями-партнерами. О подробности у Дмитрия Беломестного. Более 300 управленцев, из них 70 – представители Приморского края, принимают участие в полуфинале конкурса «Лидеры России». В течение двух дней конкурсанты пробовали свои силы в различных оценочных мероприятиях. Участников из 11 субъектов ДФО в столице региона приветствовал губернатор Приморья. По словам Олега Кожемяка, конкурс позволяет выявить самых достойных управленцев, которые в будущем смогут занять руководящие должности в органах власти по всей стране. «Лидеры России – это мощнейший социальный лифт, запущенный на государственном уровне по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Он, безусловно, открывает новые возможности для образованных, инициативных, энергичных людей, настроенных на рост своей карьеры, руководителей, настроенных на созидание». Прежде чем приехать в Приморье, претенденты со всего Дальнего Востока, а их было более 3000, прошли тестирование. По итогам лишь 311 счастливчиков попали на очный этап. На площадках Дальневосточного федерального университета им приходится демонстрировать свои знания, опыт и умение работать в команде. В этом году более жесткая конкуренция, ведь по сравнению с прошлым количество полуфиналистов выросло на 20%. Интересно, что самый молодой участник конкурса является представителем нашего края. «Зовут его Михаил, ему 19 лет, он студент Дальневосточного федерального университета, и управленческий опыт он получил еще в школьные годы. Судя по его анкете, я с ним лично не знаком, но, конечно, мы обратили внимание на него как самого молодого участника». Отметим, в крае параллельно с лидерами России проходит открытый конкурс управленческих кадров на включение в губернаторский резерв «Приморье. Команда будущего». Полуфиналисты лидеров России сразу без конкурса зачисляются в кадровый резерв. Из него в последующем будут назначаться люди на муниципальные и государственные должности. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. В этом году совместные образовательные программы запустят Дальневосточный федеральный университет и Третьяковская галерея. Они планируют развивать направление подготовки музейных специалистов широкого профиля, в том числе для многофункционального культурного центра, который откроется во Владивостоке к 2023 году. Организации договорились о запуске специального модуля «Музейное дело» и «Арт-менеджмент». Обучение смогут пройти студенты гуманитарных программ. Они будут изучать историю искусств и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы и другие дисциплины. Набор на программу начнется в 2019 году. Также университеты галереи обсуждают открытие совместной магистерской программы по музейному делу в Школе искусств и гуманитарных наук Дальневосточного университета. Она будет ориентирована на подготовку специалистов, востребованных в исследовательской, кураторской и управленческой деятельности в сфере искусства новейшего времени. И в магистратуре, и в специальном модуле часть курса будут читать приглашенные специалисты Третьяковской галереи. Травматологи Приморья внедряют инновационные технологии. Новую технику в коснопластических операциях создали врачи Медицинского центра Дальневосточного университета. Травматологи предложили использовать вместо косного цемента и силикона алюминиевую фольгу. Как отмечают врачи, фольга – доступный материал с низкой стоимостью, который может быстро менять форму. В федеральной клинике на Русском острове отмечают, что костная пластика является самой частой операцией в травматологии. Техника запатентована врачами Дальневосточного университета и представлена на международных конгрессах. Нововведение значительно сокращает время операции и снижает риск осложнений. Во Владивостоке стремительно молодеет хроническая обструктивная болезнь легких. За последние пять лет количество пациентов отделения пульмонологии Владивостокской клинической больницы номер 4 выросло на 50%. Таким образом, по числу госпитализированных Хобл уверенно вытеснила с третьего места бронхиальную астму. Самым распространенным заболеванием дыхательных путей в Приморье по-прежнему остается пневмония. Подробности у Катерины Матвеевой. Неделя самолечения и Евгений оказался на больничной койке. Мужчина сам сотрудник медучреждения и не думал, что обычная, казалось бы, простуда приведет к столь серьезным последствиям. В течение часов двух был на улице. Было очень холодно тогда, замерз. Очень сильно замерз, особо не предал. Тем не менее, после этого попил кофе горячего, чаю, согрелся. А на следующий день почувствовал себя слабее. Я как бы списал это на то, что в тот же день я еще сдавал кровь на станции переливания крови. Но я думал, может, это из-за того, что у меня произошла донация, я сдал кровь. Но, тем не менее, слабость не уходила. Еще через день поднялась температура. Лечился я. Занимался самолечением. Сам себе, так скажем, прописал таблетки. Антибиотики сначала помогали, но через пару недель мужчина вновь почувствовал недомогание. И понял, что без помощи специалистов не обойтись. Врачи Владивостокской клинической больницы номер 4 диагностировали пневмонию. И за несколько дней поставили Евгения на ноги. В отделение пульмонологии все чаще попадают пациенты, которым помочь очень трудно. В первую очередь это касается обструктивной болезни легких. В нашем отделении обследуется и получает терапию пациенты с бронхолегочной патологией. Преимущественно это пневмонии. Но за последние 5 лет вышли на третье место хроническая обструктивная болезнь легких. И точно так же бронхиальная астма. Плюс сочетание этих заболеваний. Потому что хроническая обструктивная болезнь легких отягощает течение любого заболевания, в том числе и пневмонии. По словам специалистов, одной из главных причин болезни является курение. И не только крепких, но и легких сигарет. Облегченные сигареты проходят специальную обработку и их дым проходит глубже в легочную систему. Евгений, можно сказать, легко отделался. Он смог бросить курить более 20 лет назад и с удовольствием делится своим опытом. Бросить курить меня сподвигло, конечно, здоровый образ жизни в свое время. Я курил с юности, тоже достаточно большой стаж был, порядка 10 лет. Для себя я разбил этот процесс на три этапа. Первый этап – это первые три дня. Самое сложное, конечно, выдержать первые три дня. Потом месяц, потом полгода. Методик по отучению организма от вредной привычки много. Главное – задаться целью. Хобул – очень опасный недуг. И бороться с ним сложно. Как правило, в наше отделение пациенты попадают в крайне тяжелом состоянии, когда отчетливо выражена. Дыхательная недостаточность, она проявляется. Хобул вообще – это прогрессирующее заболевание. Полностью излечиться от него невозможно. Симптомами Хобул являются постоянный кашель, отдышка, увеличение количества мокроты, гнойность. Диагноз подтверждают специалисты с помощью спирографии. Обычная флюорография здесь не помощник. Необходимое оборудование есть во Владивостокской клинической больнице номер 4. Она обслуживает Первомайский и Ленинский районы по полису ОМС, но готова принять и граждан из других районов Владивостока. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Двух щенков Марима Абрутской овчарки подарил семьям из Лозоя Арсеньева губернатор Приморья Олег Кожемяка. Новых хозяев малышам от своих собак глава региона выбрал в личном Инстаграм. Щенки родились 28 сентября. Перед Новым годом Олег Кожемяк на своей странице в соцсети написал, что готов отдать их семьям из Приморья. На страницу губернатора поступило более 400 комментариев от желающих завести нового друга. В итоге четырехмесячная овчарка Габриэла поехала в Арсеньев дом Олега и Татьяны Плаксиных. Их дочь Екатерина попросила у губернатора собаку для своего отца. Второго щенка Антонио подарили юной жительнице села Лозо Даши Ольховой. За своим питомцем она приехала вместе с мамой. Родители девочки работают в Лозовском заповеднике. У них свой дом, где собаке будет комфортно и просторно. Олег Кожемяка рассказал новым владельцам, как ухаживать за щенками и пожелал удачи в воспитании. Далее к новостям спорта. Хоккейный клуб «Адмирал» провел результативный матч с Сибирью. «Примурочка» без вопросов одолела волейбольный клуб «Олимп». Самбистки «Примурье» и Хабаровского края встретились на соревнованиях во Владивостоке. Все подробности у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» у себя дома встречался с Сибирью. Двухматчевая серия началась с победы «Примурцев» при счете 4-2. Но вот ответная встреча уже была полностью под контролем гостей. Второй матч начался с уверенного отрыва «Сибиряков». 2-0 уже к середине периода. Моряки вернули одну шайбу лишь под конец 20-ти минутки, будучи в большинстве. После этого «Адмирал» заиграл агрессивнее, что в итоге позволило нашей команде сравняться, отличился Петров. Однако это лишь разозлило гостей, которые в дальнейшем забили еще три шайбы. Одну затолкали с лету, другую закатили в неразберихию ворот, третью сибиряки загнали в контратаке. Приморцы же смогли под конец матча ответить лишь одной результативной атакой. В итоге довольно уверенная победа Сибири 3-5. Приморочка дважды обыграла волейбольный клуб «Олимп». Матчи проходили в Куйбышеве. В первой игре наша команда безо всяких проблем одолела хозяев со счетом 0-3. При этом желточерные даже не позволили «Олимпу» набрать более 17 очков за партию. Ответная встреча оказалась более непредсказуемой. Соперники в этот раз сыграли на равных и вывели игру на тайбрейк при счете 2-2. Решающий короткий период удался все-таки именно нашим девушкам. 2-3 победа Приморочки. Последние матчи регулярного чемпионата Владивостокский клуб проведет на домашней площадке 9 и 10 февраля. Соперником приморцев будет команда «Импульс». Спортсменки из Приморья и Хабаровского края разыграли Кубок Владивостока по самбо. Соревнования проходили в Краевом доме физкультуры, где встретились около 80 девушек с различных уголков Дальнего Востока. Помимо борьбы за Кубок, спортсменки чествовали память мастера спорта России Оксаны Бовкун. Возраст участниц от 10 до 13 лет. По итогам соревнований хозяева, а именно воспитанницы Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» стали лидерами по количеству наград. Приморские самбистки завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В Тверском суде Москвы допросили Игоря Пушкарева. Экс-мэр Владивостока дал показания по уголовному делу и рассказал о том, что предшествовало задержанию. В итоге в первое заседание разбирались эксперты в студии «Радио Лемма». Приморская команда достойно выступила на конкурсе «Лидеры России». И победители полуфинала теперь борются за право представлять Дальний Восток. 28 марта станет известно, кому быть главой Владивостока. В Думе города объявлен конкурс на замещение должности мэра. Депутаты приняли состав комиссии. Двух щенков Марима Абруцкая, овчарки, губернатор Олег Кожемяка подарил семьям Приморья. В Приморье молодеет хроническая обструктивная болезнь легких. По числу пациентов она уже оставила позади бронхиальную астму. В этом году совместные образовательные программы запустят Дальневосточный федеральный университет совместно с Третьяковской галереей. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. 75 лет назад Ленинград освободили от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. По одним данным она унесла свыше 640 тысяч жизней, по другим – порядка полутора миллионов. Во Владивостоке вместе со всей страной 27 января почтили память погибших в страшные годы. На мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошло памятное мероприятие. Блокадники, ветераны, школьники, студенты и общественность возложили к мемориалу цветы и вспомнили тех, кто отстоял тогда Ленинград. Кинохронику и кадры мемориального события смотрим сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рогоцкая. Увидимся на восьмом. Продолжение следует...